Итак, мы хотим создать игру. Конечно же, сначала выберем движок. Нам нужен бесплатный, еще бы, быстрый и простой. Короче, чтобы сам за нас игру сделал. И это... Вы че, движок, который сам за нас игру сделал, не существует. А по всем остальным критериям нам подходит Гадо. Весит меньше сотки мегабайт, запускается мгновенно, и такой же бесплатный и опенсорсный, как Blender. Далее установка. Берете и скачиваете с сайта или со Стима. Если вы не справитесь с этим без полноценного урока, то вам лучше забыть про геймдев. И вообще про компьютеры. Создаем проект, называем, ставим путь. Далее выбор рендерера. OpenGL 3 лучше, но OpenGL 2 поддерживается на большем количестве устройств. Запускаем. Привет, я тут сижу на монтаже и понимаю, что у меня получается не столько урок, сколько спидрант. Демонстрация движка минут за 25 или около того. Так сказать, не обессудьте. Весь видос сделан для того, чтобы продать вам мой офигенский полноценный курс по Гадо. Это, скажем так, демка, и если понравится, можете найти ссылку в описании на весь курс. Считаю, вы должны это знать. Интерфейс максимально прост. Есть дерево сцены, где у нас будут все элементы сцены, объекты персонажа, там проигрыватели всякие. Есть файловая система, где у нас будут все файлы проекта. Это скрипты, картинки, звуки и прочие. Есть инспектор. Его содержимое зависит от того, что мы выбрали. Ну и окошко игры. Вернее, окно предпросмотра сцены. Теперь главная фишка Гадо. Вся игра состоит из сцен, а сцены строятся на нодах. Если вы знакомы с блендером, то такой подход вам понятен. Нод это какой-то элемент, который делает какую-то вещь. Офигенно объясняю. Короче, есть нод аудиоплеер. Он проигрывает звук. Есть спрайт. Он отображает нашу картинку. Ну и так далее. Все мы знаем, что все великие программисты начинают с того, что пишут «Здорово, мир». Как нам это сделать здесь? Создадим стандартнейший нод. Node. Нажмем на иконочку свитка. И так мы создадим скрипт на этом ноде. Тут все оставляем как есть. У нас закрывается редактор кода. Как я уже говорил, игра без кодинга – это как какао без кокаина. Поэтому кодить придется. Что нам нужно здесь понимать? Extends Node говорит о том, что этот скрипт расширяет функционал обычного нода. Node. Ох, это мне вам наследование объяснять. Не-не-не, за этим идите в курс. Тут у нас спидран. Что еще важно понять? Серенько это комментарии. Они нам не помешают. А функциональные штуки мы пишем в функции. Здесь у нас есть только одна – Ready. И она отрабатывает только один раз, при первом появлении нода. В нашем случае при запуске игры. Сейчас тут пас. Это значит, что функция ничего не делает. Нам нужно написать текст. Для этого мы заменим пас на print. В скобочках нужно указать текст. В кавычках, иначе движок подумает, что мы вызываем переменную, а их у нас еще нет. Переменная – это такая коробка. В коробку можно положить что угодно. Там циферки, буковки и прочие приколы. Gdescript, а именно так называется наш язык, можно класть что угодно и перемешивать разные форматы данных по вкусу. Язык-то динамический, если вы понимаете, о чем я. Так вот, либо мы кладем в print сразу наш текст в кавычках, либо этот текст забиваем в переменную и уже используем здесь. Запускаем игру. Сначала нужно сохранить сцену, а потом выбрать главную сцену, с которой начнется игра. Так или иначе, текст мы вывели в консоль. Ура-ура, давайте делать настоящую игру. В описании есть ссылка на ассеты. Там звуки и картинки. Вам нужно скачать архив, распаковать его и переместить файлы папки в папку проекта. Либо обычным drag-and-dropом внутри движка, либо открываем папку проекта и суем файлы туда. И сразу создадим новую сцену. Начнем мы с персонажа. Как нам превратить картинку в персонажа? Можете не думать, я отвечу за вас. Нам нужен корневой нод, контейнер для персонажа. В году есть физические тела, среди них есть кинематик боди 2D. Если упростить, это такой нод для персонажей и контролируемых игроком. У этого нода должны быть минимум два дочерних. Первый – картинка, то есть спрайт. Добавляем его и переносим картинку персонажа в нужное поле в инспекторе. Второй – это форма коллизий, то есть некоторая геометрическая форма, которая будет сталкиваться с другими физическими телами. Добавляем, выбираем форму, у нас это капсула, и настраиваем ее размер. Мы можем запустить игру, и… так, нам нужно поменять основную сцену через настройки. Вот так. Мы видим нашего персонажа в углу. Ничего, сейчас исправим. Жмем эту волшебную кнопку, перемещаем персонажа в центр, запускаем, и вуаля, вот он. Он ничего не умеет, но сейчас мы его научим ходить. Для этого нужен скрипт. Выбираем персонажа, нажимаем на свиток и проверяем, чтобы наследовался кинематик боди 2D, ну и убираем комментарии. Нам нужна функция, которая будет исполняться каждый кадр. Таких две. Набираем процесс и выбираем physics process. В скобочках есть дельта. Изначально все действия у нас происходят раз в секунду. Предположим, у нас есть скорость персонажа, и она равна 50 чего-то. Если не умножать это на дельту, то наш персонаж будет пробегать 50 единиц пути за кадр. А если умножить, то он будет пробегать 50 единиц пути за секунду. Короче, без дельта все зависит от фпс, и на слабом компьютере персонаж будет ползать как черепаха, а на мощном сразу улетит в стратосферу. Нам это не нужно. Ах да, в этой функции дельта применяется автоматически. Если наш персонаж будет бегать, то мы должны научиться им управлять. Клавиши для управления нам нужно назначить самостоятельно. Переходим в project, project settings и выбираем input map. Здесь вверху нужно ввести название действия. Создадим два. Left и Right. Далее возле каждого нужно нажать на плюсик. А после этого нажать на кнопку на клавиатуре. У меня будет движение на буковке и на стрелочке. Далее логика следующая. Если мы зажимаем кнопку влево, то идем влево. Если вправо, то вправо. Для этого нужен условный оператор if, который переводится как если. Логика такая, если соблюдено какое-то условие, выполни действие. Именно это нам и надо. Чтобы проверить нажатие на клавишу, есть метод input. Далее уточняем, какое действие нам нужно. У нас-то isActionPressed. Нажата кнопка. В скобках название действия, которое мы создали в input мапе. И такая же запись нужна для движения вправо. Далее прописываем функцию для движения, которая уже есть в году. MoveInSlide. Хотел бы я все это подробнее объяснить, но тогда видос затянется на часы. Если что, в курсе это подробно разжевано. Сюда нам надо вписать линейную скорость. Создадим для нее переменную. И запишем как вектор 2. Тут у нас значение скорости по x и y соответственно. По умолчанию и то, и то по нулям. Изменять скорость мы будем внутри наших проверок. После переменной пишем x, потому что именно по этой оси мы движемся влево-вправо. Далее отрицательное значение, если нужно двигаться влево. Положительное, если вправо. Если запустим игру и попробуем двигаться, то вроде ничего не происходит. Это потому что скорость, множенная на дельт, очень маленькая. Увеличим значение до сотки. И теперь мы уже видим прогресс. Лучше выделить скорость в отдельную переменную, вернее константу. Константы это переменная, которую мы не можем менять. Получается постоянная. За что я люблю константы? Так это за то, что их нужно писать капсом. Это не обязательно, конечно, но правильно с точки зрения стиля. Вписываем speed вместо числа в коде. Проблема в том, что мы не останавливаемся, когда ничего не нажимаем. Чтобы решить эту проблему, нужен оператор else. Переводится как иначе и работает, если ни одно из предыдущих условий не соблюдается. Если ничего не нажимаем, обнуляем скорость. Думаю, любой уважающий себя русский умеет обнулять. Теперь мы останавливаемся, но не можем двигаться влево. Проблема в том, что else относится только к последнему if. На первое условие он вообще не смотрит, поэтому всегда, когда не нажимается вправо, мы стоим. Исправляется двумя буквами. Вот так. Elif это сокращение от else if, иначе если. Если нажимаем влево, идем влево. Если нажимаем вправо, тогда вправо. Если ни одно из условий не соблюдается, стоим. Еще один косяк. Если нажать и влево, и вправо, то движемся влево, а должны стоять. Нужны дополнительные условия. Нам нужно проверять, что только одна кнопка нажимается. То есть вторая не нажимается. Я воспользовался вот таким решением. Звучит так. Если нажимаем влево и не нажимаем вправо, тогда движемся влево. Все то же самое, но наоборот для второго действия. Надеюсь, голова у вас еще не закипела, ведь дальше только интереснее и сложнее. Знаете что? Я не учел одну очень важную вещь. Возможно, вы хотите делать более сложные игры с умопомрачительной, реалистичной трехмерной графикой. А может, вы хотите изучить единственный движок с адекватным визуальным программированием. Это которое без кода. Для этого у нас есть Unreal Engine. Я знаю, что у вас чуйка на интеграции, и она вас не подвела. Школа ArtCraft запускает курс по Unreal Engine 4, где за 11 недель вы сможете сделать практически полноценную игру с нуля. С оружием, стрельбой, с NPC с искусственным интеллектом, с анимациями и физикой. Короче говоря, полный фарш, который вполне может дать старт карьере в геймдеве. В этом и минус году. На нем не найдешь работу. На Unreal Engine easy. Курс ведут преподаватели из индустрии, а для всех желающих есть возможность пройти бесплатный пробный урок. Если есть желание, не надо ждать, пока оно пропадет. Поток стартует 31 августа, и он последний в этом году. Ссылка, как всегда, в описании. Продолжим. В любом платформере персонажи умеют прыгать. Давайте учить. Только первоначально нужно набросать самый базовый уровень. Создадим новую сцену, сцену уровня. И уже в нее поместим нашего персонажа. То, что мы сейчас делаем, это инстанцирование. У нас есть персонаж, и его экземпляр мы разместим в сцене. Это если очень быстро. Звучить сложно, делается проще. Вот эту кнопку нажимаем и выбираем сцену с игроком. Далее нам нужен пол. Для пола мы создаем Static Body 2D. Отличная штука для статичных объектов. Под ним спрайт. В спрайт размещаем картинку, например вот эту. И растягиваем. Изменять размер можно и через свойства. Как и в случае с персонажем, нужна форма коллизий. Добавляем. Выбираем форму. И настраиваем размер. Теперь перемещаем платформу под персонажа. Обратите внимание. Вам нужно переносить все вместе, иначе проблем будет выше крыши. Не забываем поменять стартовую сцену через Project Settings. Далее сделаем, чтобы персонаж падал. Нужна гравитация. В скрипте персонажа создадим константу и дадим значение. Далее нужно применять гравитацию каждый кадр. Вот такая запись означает, добавляй гравитацию к скорости по оси Y. Кто-то мог подумать, мол, раз мы пишем плюсик, то должны улетать вверх. Но нет. Вот так выглядит обычная система координат. А вот так выглядит система координат в году. Ось Y инвертирована. Это значит, что положительные значения идут вниз, отрицательные вверх. Есть проблема. Мы улетаем очень быстро. И чем больше времени прошло от запуска игры, тем быстрее мы улетаем. Решение такое. Применяем гравитацию только тогда, когда персонаж не на полу. Но Гадо не знает, где пол. Чтобы он знал, нам нужно рассказать ему, где вверх. Создадим переменную, где говорим, что такое вверх. Окей. Давайте вынесем применение гравитации в отдельную функцию. Какое условие применения гравитации? Персонаж не на полу. Используем вот такую запись. Не забываем проставлять отступы либо табом, либо пробелом. Иначе код не будет работать как надо. После функции отступ. После вызова условных операторов отступ. И так далее. И условия иначе. Если не падаем, то скорость по Y ставим 0. Функция сама по себе не вызовется. Ее нужно вызвать через physics process. Кстати, apply gravity можно немного упростить. Вот так. Но функционально разницы нет. И последнее. В move and slide нужно передать значение вверх, которое мы недавно указали. Вот так через запятую. Чтобы проверить, что все работает, можем уменьшить гравитацию до пятерки. Теперь прыжок. Далее в накатанный. Создаем константу. Заводим действие в input map. И прописываем код прыжка при нажатии на кнопку. Проблема. Если нажать кнопку прыжка, персонаж улетает в стратосферу. Решение дать возможность прыгать только тогда, когда он на полу. Вот так это выглядит. Далее подбираем нужные циферки в гравитацию и скорость прыжка. Мы будем прыгать, пока зажимаем кнопку. Если хотите, чтобы персонаж прыгнул только один раз при нажатии кнопки, поменяйте действие на is action just pressed. Последнее. Давайте сделаем код чуточку лучше. А именно переместим код для движения и прыжка в отдельные функции. Создадим функции move и jump и перенесем в них соответствующий код. Вот мы и соблюли золотое правило программирования. Одна функция, одно действие. Вернемся к нашему персонажу. Он прыгает и бегает, но мы этого не видим, анимации нет. Исправим. Правый клик на спрайт. Change type animated sprite. Восклицательный знак пишет про sprite frames. Создаем этот ресурс в инспекторе. Нажимаем, открывается редактор спрайтов. Слева название анимации, справа картинки для анимаций. Ту, что есть, переименовываем на idle. Это будет анимация без действия. В папке graphics есть player, там у нас текстурки. В одной из подпапок я выберу три спрайта, которые нам подойдут. Это волк 0.8, 9 и 10. Чтобы увидеть нашу анимацию, жмем playing. Нужно еще две анимации. Одна для прыжка. Создадим и вставим вот такой спрайт. И еще одна для ходьбы. Сюда мы копируем все из папки волк. Можем попереключать анимации, чтобы посмотреть, как они выглядят. Через speed fps можно поменять скорость смены кадров. Далее эти анимации нужно вызвать в нужный момент. Через код, конечно. Создаем функцию animate. Теперь нам нужно сослаться на свойства анимейте спрайта, позволяющие менять анимацию. Для этого нужно через код указать путь к этому ноду. Создаем переменную спрайт и далее пишем либо getNode и в скобках указываем путь к ноду, либо пишем знак доллара и также указываем путь. Если перетянуть нод в код, то так мы сможем ставить этот самый путь. Перед переменной нужно указать onReady. Так этот путь запишется в переменную сразу после запуска сцены. Так нужно. Нам нужен определенный метод от animated спрайта. Можно посмотреть в документации, а можно поверить мне. Нам нужен play в скобках названия анимации. Проверим idle и запустим. Работает. Но анимации нужно менять, для этого нужны условия. Когда мы прыгаем, скорость по у меняется. Она становится меньше нуля. Вспоминаем меньше, значит вверх. Если так, то вызываем анимацию прыжка. Иначе, если не прыгаем, значит бегаем. То есть скорость по иксу не равна нулю. А если мы не бегаем и не прыгаем, то стоим. Вот такая функция у нас получилась. Проверяем. Все работает. Только вот когда идем влево, персонаж ходит назад. Мы можем инвертировать спрайт с помощью свойства flipH. Если наведем, видим как его указать через код. Придется код поменять. Если скорость больше нуля, идем вправо. Значит отражать картинку не нужно. Иначе, если влево, нужно. Повторите вот такой код. Далее немного расширим уровень, прежде чем тестить. Выберем нот с полом. Через Ctrl D скопируем пару раз и разместим в нужных местах. Далее в игру нужно добавить камеру. Нот камера 2D. Чтобы видеть игру ее глазами. Разместим. Если поставим двойки в зум, сможем видеть вдвое больше. И теперь уже можно начать наслаждаться игрой. Но это конечно еще не все. Нам предстоит построить нормальный уровень. Копировать и вставлять блоки со статик боди, это не очень удобно. Удалим те, что сделали. Для создания уровней 2D есть тайл мапа. Карта тайлов. Добавим одноименный нот. Создадим новый тайл сет как ресурс. И откроем. В этом новом редакторе влево нам нужно перенести картинку. Или картинки. У нас есть одна картинка со всеми тайлами уровня. Спрайт щит. Открываем на полный экран. И из этого нам предстоит нагромсать тайлы. Нажимаем New Single Tile и выделяем область будущего тайла. Не очень удобно, да? Нажмем сюда и у нас появится сетка. Сейчас наша сетка не сходится по размерам. Откроем менюшку Snap Options. Поменяем шаг сетки на 70. Это размер тайла. Верхний левый тайл вошел идеально, остальные съезжают. Нужен отступ между тайлами. Offset создает отступ от границ. Нам нужен separation. Пропишу двоечку, так сказать. Создадим 3 тайла. Один без скругленных углов и два со скругленными. Можно не создавать левый и правый отдельно. New Single Tile. И просто кликаем на квадратик. Проще паренной репы. Вот наши тайлики. Выбираем в менюшке, нажимаем в окне игры. И он появляется. Чтобы отразить текстуру по горизонтали, нажимаем на вот эту вот кнопку. Теперь тайл смотрит куда надо. Сейчас у нас сетка не совпадает по размерам с тайлами. Нужно вот тут в Cell поставить 70 на 70. Запуская игру, мы проваливаемся. Коллизий-то нет. Вернемся в редактор тайлов. Выберем тайл. Затем вместо region тыкаем на collision. Выберем форму коллизий. Квадратик. И нажмем на тайл. Так мы наложили коллизию на тайл целиком. Проверим. Работает. Повторим то же самое для углов. Только вот из-за формы тайла квадрат для коллизий не подойдет. Выберем вот этот полигон. Как построить форму? Кликать на тайлик и ставить точки. Чтобы нам дало возможность ставить их не только по углам, уменьшим шаг сетки. 10 нормас. Теперь создаем форму и обязательно ее закольцовываем. Проверим снова. Да, все работает. Только заметьте, что если попробуем перенести тайл, переносится весь уровень. Если нужно переместить тайл, удалите старый и нарисуйте новый в новом месте. Далее создаем уровень. Кстати, вот в этом вот случае, где надо много земли, мы обозначаем границы, выбираем инструмент заливка и заливаем всю область. Так быстрее, чем вручную по тайлику отрисовывать. После того, как мы построили уровень и попробовали запустить игру, видим, что камера за нами не следует. Исправляется очень просто. Мы переносим камеру под нот с игроком. Лучше даже в сцену игрока. Чтобы сгладить перемещение камеры, есть два стула. Один Drag Margin. Садимся на него и в настройках нужно указать, в какой момент камера начинает двигаться. Если поставить один, то камера сдвинется только тогда, когда персонаж вплотную подойдет к границе экрана. Ну и чем меньше, тем раньше она сдвигается. Второй стул Smoving. Он сглаживает движение камеры. Она станет как бы догонять персонажа. Чем выше значение Speed, тем быстрее она будет это делать. А теперь экспресс-урок по слоям. Вот эти вот квадратики — это слои. Светлый квадратик активный. Квадратики в Layer обозначают слой, на котором находится нот. А маск — это слой, с которым он взаимодействует. Давайте разделим игрока и тайлмапу по слоям. Это будет нужно в дальнейшем. Игрок будет на слое 1 и взаимодействует со слоем 2. Что на втором слое — тайлмапа. Она будет на слой 2 и взаимодействовать с первым. В Project Settings можно поменять название слоев для удобства. Кстати, помните про то, как мы скользили головой об верхнюю платформу? Давайте это исправим. Коснулись платформы — прыжок заканчивается. Добавим отдельную проверку с методом Ezone Sealing. Возвращает истину, если персонаж на потолке. Если он на потолке, сбрасываем скорость по Y. Вернее, нам нужно хотя бы на пиксель от него оттолкнуться, чтобы не застрять. Далее перейдем к добавлению Parallax фонов. Это несколько фонов, которые движутся с разной скоростью. Задний медленнее, передний быстрее. К камере добавим нот Parallax Background, а под ним Parallax Layer. У этого слоя должна быть картинка, поэтому добавляем Texture Rect. Добавляем самую дальнюю картинку, обычный голубой. Далее его нужно зациклить. Переходим в Parallax Layer и где Mirroring пишем, как часто картинка должна повторяться. Это ее разрешение. 2048 на 2048. Чтобы мы не видели границ картинки, в Parallax Background нужно ставить Ignore Camera Zoom. У нас бесконечный фон. Клево. Скопируем этот слой и поставим картинку облаков. Далее, чтобы перенести их повыше, нужно подобрать Offset. Такой подойдет. Эту картинку нам не нужно зеркалить по Y, здесь ставим 0. Этот слой должен смещаться медленно, поэтому в Scale ставим 0.5. Копируем нот, меняем картинку и в Scale ставим 0.75. Этот слой будет смещаться быстрее. И еще разок. Меняем картинку и Scale на единицу. Хотя нет, давайте замедлим каждый слой еще на 0.25. Давайте добавим звук. Для этого нам нужен один из двух нодов. Audio Stream Player, если хотим, чтобы звук у нас был всенаправленный и наложенный как бы поверх игры. И Audio Stream Player 2D, если мы хотим его разместить где-то в мире, чтобы он усиливался и ослабевал в зависимости от дальности. И играл то в левом, то в правом ухе. Сразу скажу, что Godot поддерживает только два формата звука. Valve и OGG. Такая вот у них политика свободного ПО. Добавим звук прыжка. Создаем нод Audio Stream Player на игроке. Вызываем его через код. И через свойства Stream передаем путь к файлу. Можно простым переносом из файловой системы. Далее этот звук нужно проиграть. Play. Этот путь нужно подгрузить как ресурс. Поэтому путь нужно вставить в скобочки после load. Чтобы звук прыжка не зацикливался, нужно его выбрать. Перейти во вкладку Import. Убрать галочку и нажать Reimport. Все работает. И еще добавим фоновую музыку. В сцену с уровнем добавим Player. Перенесем туда нашу музыку. Чтобы музыка заиграла сразу после запуска игры, тыкнем галочку на AutoPlay. Если хотим сделать музыку потише, то тогда уменьшим громкость тут, Volume. Питч это то, насколько тональность будет высокой или низкой. Что-то видос затянулся, я устал писать сценарий и озвучивать. Давайте закончим экраном окончания игры. Создадим новую сцену, выбираем Control и назовем ее Game Over. Control это отличный нот для меню, интерфейса и прочих внеигровых штук. В Layout можно выбрать, какую область займет новый нот на экране. У нас это Full Rect. Весь экран. Добавим фон. Texture Rect. Вот он наш знакомый фон. И в Layout ставим то же самое и также ставим галочку на Expand, чтобы фон подстраивался под изменение размера экрана. Нам нужны кнопки перезапуска и выхода из игры. Лучше всего их организовать в один контейнер. В году есть такой нот. Выбираем Center Container. В Layout ставим Full Rect. Далее нужен вертикальный контейнер, V-Box Container. Сюда добавим нот с текстом, Label. Текст вводится в это окошко. Нам нужен шрифт с поддержкой кириллицы. Перейдем в Custom Fonts, Font и перенесем сюда подходящий шрифт, где в Font Color меняем цвет текста. Рядышком можно поменять размер шрифта. Далее в этот контейнер добавим H-Box Container, а под него кнопки, Button. Текст опять не видно, нужно повторить наши действия. Далее скопируем кнопку и поменяем текст на выйти. Видите, как они выровнены? Это благодаря контейнерам. Чтобы выровнять их по центру, вот тут нужно выбрать центр. Итак, когда наша сцена будет появляться? Ну, так как врагов у нас нет, условие поражения одно. Выпадение за границы уровня. Создадим константу Level Limit и поставим 3000. Если упадем более чем за 3000, game over. Нужен код, запишем его. Если позиция по у больше границы уровня, вызываем функцию EndGame. В этой функции меняем сцену. Как это сделать? Вот с помощью вот такого кода. В скобках путь к сцене. Выпадаем с карты, получаем game over. Все работает, кроме кнопок. Заскриптуем их. В сцене game over создадим новый скрипт. Чтобы соединить кнопку с кодом, нужно воспользоваться сигналами. Ох, сигналы просто невероятная штука. Сначала покажу, как они работают. Выбираем кнопку, переходим в Node. И выбираем нужный сигнал. Для нажатия кнопки это pressed. Далее нам нужно выбрать нот, на котором есть скрипт. И вот тут можем назвать нашу функцию. Тыкаем connect. И вот у нас появилась функция. Что мы сейчас сделали? Мы присоединили сигнал pressed к коду. Как только игрок нажмет кнопку, игра подаст сигнал в этот скрипт и выполнит эту функцию. Если очень упрощать. При нажатии на кнопку перезапуска мы хотим перезапустить игру. Мы уже умеем это делать через смену сцены. Меняем сцену назад на первый уровень. И создаем второй сигнал на кнопке выхода из игры. Для выхода из игры работает вот такой код. Забегая вперед, очень похожим образом можно переходить на следующий уровень. Можем создать нот Area 2D со спрайтом и коллизией, как у меня вот здесь. И от нота Area 2D отправить сигнал on body entered. Когда игрок войдет в область коллизии, можно что-то сделать. Например, сменить уровень. И вот с этими знаниями вы уже практически можете создать игру. Да, в ней нет опасностей и врагов, как и вознаграждений. Но вы можете построить интересный платформер чисто на прыжках. Попробовать стоит. Потом можете экспортировать игру. Project, Project Settings и Export. Тут выбираете платформу и потом Export Project. Выбираем место для сохранения и все. В этом видео я хотел продемонстрировать простоту и удобство движка. И то вообще, насколько быстро можно создать вот такую простенькую игру. Конечно, в этом видео мы очень многое не затронули, но тем интереснее будет взяться за полноценное изучение программы самостоятельно. Или взять мой платный курс. Простите ради бога за рекламу, но он реально офигенный. И еще его можно пройти прямо на нашем сайте. Это ли не чудо? И даже если вам не понравился ГОДО, хорошо, что вы потратили время на самообразование. Хотя бы в таком виде.